В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, Александр Гурарье, и со мной Михаил Левит, адвокат, специалист по уголовному праву. Михаил, здравствуйте. — Добрый вечер. — Вы согласны с тем, что это бомба или это из мухи сделали слона? — Смотрите, все, что он сказал, в этом, в принципе, ничего нового нет. Об этом все время говорят. Вопрос, кто это сказал. То, что он министр юстиции, он выступил с такой речью, это принесло какому-то резонансу. Но то, что он сказал, это вещи, о которых мы все время слышим в последнее время. Уже несколько лет постоянно информация со следствием переходит, сливается, так сказать, в средства массовой информации. Это преступление, если оно доказуемо, это лишение свободы до трех лет. И никто ничего не расследует, никто ничего не проверяет. Это нормально. Просто постоянно, регулярно, каждый день. Это не по наслышке. Он сказал так, он в чем-то признался, он государственный свидетель. — Стенограммы слева. — Стенограммы читают, кто кому что сказал. Это ненормально. Но почему-то на это в системе прокуратуры и в полиции закрывают глаза, никто это не расследует. Так что он ничего нового не сказал. — И то, что он сказал про последние ситуации, которые складываются с прокуратурой, разные случаи, тоже ничего нового не сказал. — Почему же такая реакция? Почему выступил судья Верховного суда Эдна Арбели, которая в прошлом была генеральным прокурором и заявила, что это вообще сотрясает основы юриспруденции, что это вообще угроза демократии и так далее? Такие пафосные слова. — Да. Потому что он министр юстиции. И в принципе ожидается от него, чтобы он наоборот стоял за системой, которую он возглавляет. Но с другой стороны, если он верит в то, что он говорит, и это имеет основание, все эти события, как он может молчать? Так это не требуется? Наоборот, если бы он покрывал разные определенные деяния, тогда бы сказали, о, вот министр покрывает свою систему. — Так что, действительно, надо пояснить нашим уважаемым зрителям, что прокуратура подчиняется министру юстиции. То есть, по идее, министр юстиции просто отчитал своих подчиненных. То есть, кто такие работники прокуратуры? Это государственные чиновники. А министр, вот эта политическая фигура, которая назначена на пост министра, выбранная фигура, он является депутатом Кнесса. Это и его функция, в принципе, наблюдать и, так сказать, следить за тем, чтобы они нормально выполняли свои функции. Они госслужащие. — Он первоначально, он избирается, как депутат Кнесса, да, а потом он уже назначается. Сейчас он назначенная фигура. Вполне возможно, мы не знаем, может быть, он был назначен именно для того, чтобы в один день выступить. Это то, что, в принципе, говорят, что его назначили для того, чтобы он в один день выступил с таким наездом, с такой речью. Но, кстати, он не единственный, который... Просто, опять же, он министр, но до этого были случаи, что тоже судьи, которые вышли в отставку, и другие чиновники, которые также выражались, плюс-минус, по эту структуру. В прошедшем тоже наш президент, Руви Ревлинг, кстати, то, что он зачитывал, только потом он сказал, что он зачитывает фразы, которые были сказаны когда-то нашим президентом, много лет назад. Так что они первые, кто это говорит. И покойный Томми Лапид тоже сказал, что в прокуратуре есть... Они работают по системе разных темных структур. Хорошо, но министр юстиции имеет полномочия вмешаться в эту ситуацию, потребует, по крайней мере, потребует служебного расследования по поводу утечек сливов информации. Да, требовал, он требовал. И что? Ноль внимания, никто на это не реагирует. А в чем его, так сказать, власть министра? Понимаете, это система, которая, в принципе, никем не контролируется. В каждой системе, даже в той же полиции есть МАХАШ, есть системы, которые контролируются... МАХАШ – это отдел по надзору за деятельностью полицейства. Недавно, несколько лет тому назад, назначили бывшую судью в отставке окружного суда, судью Герстель, чтобы она была контролером прокуратуры. Ее заживо сожрали с потрохами, и она просто со слезами на глазах оставила эту должность. И она сказала, что то, что происходит, это невозможно, ей не дают делать работу. Значит, это система, которая не хочет, чтобы ее контролировала. Теперь, когда это такой монстр, это прокуратура, это начинается с полиции, кончается госпрокуратурой, никто ее не контролирует. Так что, в принципе, всякое может быть. А случаи, которые мы свидетели того, что происходит в последнее время, здесь не надо быть ни левым, ни правым, здесь надо быть объективным. Как система работает, есть вещи, которые выглядят очень странно. Но если мы говорим о странных вещах, оставим в покое министра юстиции, тем более, что надо признать, честно говоря, министр, он как бы временный. То есть, его назначили в промежутке между выборами, и он является представителем партии Ликут, его назначил премьер-министра Натаньягу. И действительно, вы совершенно правы, ходят упорные, так сказать, такие закулистные разговоры о том, что назначили его именно для того, чтобы он попытался прикрыть вот эти расследования, которые идут против премьер-министра. Ну, прикрыть он их не может, это не в его власти, но, по крайней мере, каким-то образом оказать влияние на эти процессы, которые происходят. Но вот совсем буквально вслед за этими высказываниями министра юстиции были опубликованы стенограммы допроса Иира Натаньягу, сына премьер-министра, которого допрашивали в полиции по поводу целого ряда нарушений. В частности, приписывают окружению Бенина Натаньягу преследование государственного свидетеля, сам Иира Натаньягу высказывался, публиковал, это самое высказывание определенное, публикации по поводу этого человека. И вот, в частности, вот в этих вот сливах, которые опубликованы, есть, ну, прямые оскорбления, прямые обвинения, которые Иира Натаньягу предъявляет, ну, например, Гедеону Сару, министру внутренних... Простите, он не министр внутренних дел, он министр... Он министр, что ли? Нет, ну, не внутренних дел. Гедеон Сара, он обвиняет в том, что тот изнасиловал секретаршу, а потом пристроил ее на какое-то место. Скажите, вот с точки зрения юридической, насколько эти высказывания, я подчеркиваю, дорогие друзья, что эти высказывания не были сделаны публично, он это сделал во время допроса. Можно ли ему предъявить какие-то обвинения, в частности, может ли Гедеон Сар подать на него в суд по обвинению в оскорблении, в клевете и так далее, когда это было сделано именно на допросе и предназначалось только для следователя? Я только вначале хочу внести маленькую ремарку насчет временный министр. Меня в армии здесь научили, что нету ничего более постоянного, чем что-то временное. Так что мы еще не можем знать, насколько это временное значение продержится. Смотрите, опять мы возвращаемся к тому, что это, кстати, одна из причин, по которой информация... Гедон Сар, министр полиции, господи, министр внутренней безопасности. Что информация, которая вообще, информация допроса, это материалы следствия, которые вообще никто никогда не имеет к ним доступа. Только в тех случаях, что мы не раз говорили, если есть процесс слушания, тогда можно частично получить основные материалы следствия, то есть такой допрос, или же когда подается уголовное обвинение. Нету прецедента тому, что, опять же, сливаются абсолютно полностью все тексты допроса. Стенограмма? Да. Теперь, в том случае, когда человек приходит на допрос, и он дает какую-то информацию, не дай бог, не хочу сказать, что это правдивая информация, но он говорит, что ему известно о ком-то, кто совершил какое-то преступление, как правило, полиция должна это, как минимум, проверить, но не сливать это в средства массовой информации. То есть это может считаться клеветой или не может? Теперь, когда речь идет о клевете, если кто-то подает иск за то, что его оклеветали, какая может быть защита? Есть многие защиты в иске о клевете, одна из них, это я сказал правду. Нет, нет, Миша, я не это ему введу, извините. Я имел в виду, если это было сказано во время закрытого допроса, это информация для служебного пользования, и она была не по вине того человека, который рассказывал, не по вине Ира Натаньягу, это было опубликовано. Можно ли его привлечь за клевету? Он же не публично клеветал. Это следующее, то, что я хотел сказать, что так, как он на допросе, и он рассказывает, как законопослушный гражданин, то, что он знает, или он верит, что он знает, и это не он распространил, то будет ему очень тяжело предъявить обвинение, а потому что тем, кто это распространили. Так что, в принципе, такой иск может привести к тому, что будет расследовать, кто это распространил. Так что получается, что любой человек, который на допросе раскаивается и рассказывает что-то, человек, которому инкриминируют какие-то деяния, будет подавать иск на клевету, потому что он меня оклеветал. Нет. Это очень сложно будет. То есть беззаконие порождает беззаконие. Поэтому все это надо останавливать в природище, поэтому вся эта аномалия материала, которая сливается, приводит к таким ситуациям. Но опять же, это заявление, которое... Кто сливает такую информацию, должен был два раза подумать перед тем, что он делает. И осадиться между тем, что постоянно мы слышим, что они сказали так, они хотели какие-то рекламы, хотели что-то сделать в свою пользу и так далее. Надо было два раза подумать перед тем, как такое распространять. То есть уголовный адвокат, вы специалист по уголовным делам. Вы прекрасно понимаете, что круг людей, которые имеют допуск... Ну, возьмем сейчас вот этот конкретный случай с допросом сына премьер-министра. То есть круг людей, которые имеют допуск к этой информации, он ограничен. То есть никакого труда не составляет для специальных служб вычислить это и выявить того, кто это сделал. Не надо никакие специальные службы. Пять минут ответственным за это следствие будут знать, кто слил эту информацию. Только надо захотеть. А что, его допрашивало 40 человек? Его допрашивает один человек. А кто имеет доступ потом к этой информации? Его допрашивают. Как правило, все допросы... Стенгагируются? Конечно, скорее всего, такие допросы тоже. Когда заходят в компьютеры полиции, прокуратуры и так далее, не может каждый открыть лэптоп и зайти в систему. Есть коды. Видно, кто и как заходит. Они знают точно, как их структуры работают, но всегда остаются отпечатки пальцев. Это надо только захотеть. И ответственные, кто ведут это следствие, за пять минут будут знать, у кого был доступ до этой информации. Допустим, доступ был у информации до этой информации у пяти, шести, десяти человек. Охана требовал, министр юстиции, чтобы работники прокуратуры прошли проверку детектора лжи. Они отказались. У нас принято в армии, в Массаде, в Шабаке, очень многих структур. В той же полиции, телохранители, охранники Шабака проходят периодически эти проверки. В прокуратуре не хотят проходить эти проверки, потому что вполне возможно. Кстати, даже и дипломатический корпус проходит периодически. Перед определенными назначениями проходят эти принятые проверки. Но здесь даже не может быть об этом речи. Поэтому это структура, которую никто не контролирует. Теперь, когда вы смотрите на все те случаи, которые происходят на протяжении нескольких лет, люди задумаются, потому что это структура, которая, в принципе, куда посмотрит, кого наметит, так это будет развиваться, и так это сегодня выглядит. Теперь, если это не так, я хочу верить, что это не так, так давайте, пожалуйста, работайте кристально, работайте прозрачно. Почему не проходите проверки детектора лжи? Вот в ответ на слив этой информации, я подчеркиваю, что слив был допроса не какого-то простого гражданина, которого там задержали за кражу кошелька, а это был допрос сына действующего премьер-министра. То есть, понятно, что команда адвокатов, которые работают на премьер-министра, может, очевидно, предпринять какие-то действия, в частности, в судебном порядке, потребовать расследования. Насколько это реально, с вашей точки зрения? Во-первых, могут. Во-вторых, могут подать также иск за ущерб, который был причинен. В-третьих, этим можно воспользоваться, что в следующий раз, когда я его вызову на допрос, он не будет ничего рассказывать, он будет сохранять право молчания и будет аргументировать вот этими случаями. Больше того, если будет выдвинуто обвинение, одна из защит первоначальных, это может быть Аганамина Цедек, защита на основании справедливости, что, в принципе, информацию слили, меня уже вся публика осудила, и теперь мне будет очень тяжело изменить мнение судебного состава. То есть, это, наоборот, сыграло ему на руку в какой-то степени? Это все, конечно, это все. Вопрос, как этим будут пользоваться. Так что, кто на кого будет подавать иск, это еще непонятно. Как у вас все тонко? Ну, это ситуация непростая. Но самое страшное, что мы к этому привыкли, что мы к этому привыкли, мы на это уже не обращаем внимания. И никто даже не задумывается, почему эта информация каждый день появляется. Я вам скажу, много лет тому назад были случаи, и их вылавливали, были судебные процессы, когда работники разных структур в налоговой, в БИТО, ХЛУМИ, и в Национального страхования, или в Масахнасе, заходили в компьютер и передавали частым сыщикам разную информацию. Это было очень доступно. Пока это не прекратили, были судебные процессы, люди за это сели, и это все как-то затихло, потому что этим занялись. Сегодня полицейский, который заходит во время работы, кого-то остановил на улице и видел какую-то машину, или он просил, чтобы мы проверили какую-то информацию, все закодировано, видно, кто когда что спрашивал. Не может быть, что здесь все абсолютно всем доступно, или же так же закодировано, просто никто не хочет проверять. То есть десятиклассник-хакер может совершенно спокойно его запустить, привезти его в полицию, и он вам проверит, кто заходил, с какого компьютера. Но не надо быть хакером, ведь это система. То есть есть специальные службы, которые это обеспечивают. Это кому-то доступно. У каждого дела есть полиция, потом есть прокуратура, в прокуратуре тоже есть определенный отдел. Конечно, уровень доступа, и тот, кто не занимается этими делами, у него просто нет доступа. Я уверен, что есть ограниченное количество людей, у кого есть доступ к этой информации. Опять же, я вам говорю, когда его допрашивали, там не было 40 человек в комнате. Так что этим только надо захотеть заняться, и достаточно, чтобы один раз кого-то наказали, и это прекратится. Это просто не наказуемо. Сидят корреспонденты в пятницу на каналах телевидения израильских, и просто зачитывают материалы допроса, и никто об этом вообще не задерживается, никого это не волнует. Конечно, есть люди, которые против этого пытаются высказать, тоже высказывают мнение, но этим почему-то никто не занимается. Да, в интересное время мы живем. Спасибо большое, спасибо адвокату по уголовным делам Михаилу Левиц, спасибо за этот интересный анализ. Ну что ж, может быть, новый министр юстиции сможет как-нибудь это дело переломить. Если будет новый. Если успеет, да. А, это новый, да. Если он тоже новый, сколько у нас. Ну, я думал, что вы сказали время, что это... Да, может быть. Дорогие друзья, программа «Тема дня». Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова